В Звенигороде состоялся фестиваль, приуроченный к 625-летию со дня основания Савина Старожевского монастыря. Гости мероприятия могли себя попробовать в звонарном деле, посетить мастер-классы, художественные выставки, послушать хоровое пение и многое другое. Это встреча звенигородцев с этим праздником, напоминание о том, что сам город Звенигород в значительной степени своей славой, своей процветанием, своей замечательной 870-летней историей в значительной степени обязан нахождению в его пределах монастыря, обители. На главной площадке фестиваля в культурном центре Любови Орловой открыли художественную выставку. Посетители насладились искусством и погрузились в увлекательный мир изобразительного мастерства. Выставка подготовлена с звенигородскими художниками. Всего участвуют 16 художников. Из них есть народные, заслуженные художники, все профессиональные художники. Мы стараемся делать выставки о звенигороде для того, чтобы показать туристические возможности и красоты нашего прекрасного города. Картины Андрея Лехина и Виктора Шилова украшают коллекцию выставки. Еще один заслуженный мастер кисти рассказал о значимости таких мероприятий. Выставка – это такое кульминационное событие, потому что художник никогда не пишет в стол. Надо показывать, надо общаться со зрителем, надо как-то пытаться выразить свое отношение и к действительности, и к истории, и к какому-то, вообще к той атмосфере, которая в этих священных местах почиит и живет и сейчас. Фестиваль Савина Старожевского монастыря второй год объединяет людей, неравнодушных к старинным местам города, церковным песнопением и литературному слову. 625 лет монастыря – это такое великое событие, потому что чтобы эти места значили без памяти о Савве Старожевском, об Андрее Рублеве, об Юрии Дмитриевиче Звенигородском, об Алексея Михайловича. Татьяна Верняковская, телекомпания «Одинцова».